Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня мы будем говорить о первостепенных и второстепенных вещах. Мы часто слышим эти слова, и они не всегда по душе. Мне не нравится, когда часть рабочих называют второстепенными, а других — первостепенными. Эти слова не приносят ободрения, силу и надежду. В Божьей экономике каждый из нас является первостепенным. Мы должны понимать это, потому что каждый из нас призван сыграть роль, занять место. Мы должны держать свои позиции во имя Иисуса. Когда церковь Иисуса Христа важна, и когда наши двери закрылись, то насилие на улице не стало для меня неожиданностью. Мы находимся на грани анархии. Здоровая церковь, занимающая свое место, меняет страну, общину и жизни людей. Мы откроем Библию и посмотрим на Евангелие от Иоанна, чтобы понять значимость послания Иисуса для нас сейчас и в вечности. Доставайте карандаши, мы будем делать шаги веры. Я всем сердцем верю, что в это время Бог немного замерзлил нас, чтобы мы обратили свое внимание на Него. Он не требует, но предлагает нам это. Мы должны остановиться и отвлечь свое внимание от занятости своей жизни, чтобы дать Ему место. Мы должны стать другими. У нас была церковная вера, у которой были удобные места, и работала система кондиционирования, а проповедь была достаточно интересной. Кроме того, они забирали детей, чтобы мы могли проверить свои ценности и выдержать упражнения. Но мы не серьезно относимся к тому, чтобы быть посланниками царя-царей. Евангелие от Иоанна поможет нам в этом. Я открою вам структуру проповеди, потому что она отличается от того, к чему вы привыкли. Я считаю, что Иоанн пытается передать нам серьезные идеи, и он обращается к ним вновь и вновь. Мы видим их учение Иисуса в общении с учениками. Евангелие от Иоанна отличается в этом плане от всех остальных. Там нет притчей, к которым мы привыкли. Мы видим новые чудеса. Стиль и язык Евангелия от Иоанна отличаются. Но там есть большие темы и идеи. Иоанн ясно говорит читателю, что есть Бог, и что Он Творец, Целитель, Судья. Он наблюдает за всеми. За нашими лидерами, за нами, когда мы наедине. Иоанн постоянно говорит об этом. Иоанн учит нас тому, что впереди грядет суд. Он учит, что есть жизнь за пределами времени. Ваша жизнь не определяется только вашим телом и вашим путем под солнцем. В хронологии ваших лет. Иоанн также говорит, что есть награды, что в вечности не всех ждет одинаковый результат. Вы знаете, что Бог не социалист, да? Не все имеют одинаковые дары и способности. Это истина. Бог справедливый Судья, и Он наградит нас согласно тому, что Он дал и что мы с этим сделали. Но в конце пути вас ждут награды. Иоанн также говорит и о том, как подготовиться, о нашем выборе и о том, как Он повлияет на нашу вечность, чтобы мы были готовы. Мы быстренько пройдемся по этому. Вы умеете быстро слушать? Евангелие от Иоанна 4, 23. Иисус говорит, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Духовная жизнь — это важная часть истории Иоанна. В третьей главе говорится о том, как родиться с Вышим. Не просто в правильной группе людей соблюдать правила, но как родиться от Духа. А в четвертой главе говорится о том, как поклоняться Богу. Большинство понимает, что поклонение связано с Духом Божиим. Но осознаете ли вы, что истина является частью поклонения? Вы не можете жить в обмане, не можете быть обманчивым человеком, не можете скрывать истину, не можете относиться к истине поверхностно и считать, что вам рады в присутствии Божьем. Если мы не несем истину и покаяние в паре со смирением, то это не поклонение. Моя жизнь совпала с величайшим обновлением поклонения в современной истории. В детстве у нас в церкви были гимны и стихи, но появилось новое движение поклонения, новые жанры музыки. Когда только появилась наша церковь, мы выводили слова на экран. И люди называли нас безумными, но теперь это стало нормой среди церквей. Однако с новой волной поклонения Господу, мы также стали свидетелями ужасного упадка влияния церкви в истории. Одной музыки недостаточно. Все начинается с наших сердец. Люди, что стоят здесь, не несут ответственности за поклонение. То, что скрыто в нашем сердце, определяет степень присутствия Господа на этом месте. Настоящие поклонники, как сказал Иоанн, будут поклоняться в духе и истине. Следующая глава пятая. Тут сказано, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, «Так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь Сыну. Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресения осуждения». Слышите? Иоанн говорит, что Бог есть Бог суда. Божий суд касается наших жизней во времени. Но Он также Судья в вечности. Иисус сказал, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут. «Впереди нас ждет воскресение». Шестая глава, 26 стих того же Евангелия. Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам. Дальше будут слова, которые потрясут ваш мир. Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Он накормил их до этого хлебами и рыбой. Старайтесь не о пище кленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Иисус сказал, ради чего мы должны работать. Он сказал, работайте ради пищи, которая пребывает в жизни вечной. Мы не заслуживаем вечность. Небеса не даются нам в награду за труды. Но Иисус постоянно направляет нас к вечным вещам. Когда Иисус учил нас молиться, то сказал, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. В Нагорной проповеди Он сказал, не переживайте о том, что вам есть или носить. Бог знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите прежде Царство Его, и все остальное приложится вам. Иисус учил нас этому потому, чтобы мы, Его ученики, начали менять направление своей жизни. Мы можем желать чего-то другого. Мы будем переживать, потому что не несем Евангелие Царя, а не потому, что рынок падает. Времена нашей жизни будут связаны с вечными вещами. Мы будем тратить свои силы на дела Царства Божьего. Далее, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцатим, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ему веровали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И снова Иоанн фокусируется на вечном. Представление Иоанна, вечная жизнь, неотделимо от личности Иисуса. Мы будем видеть это снова и снова. Нет множества путей к Богу. Иногда из-за надменности, связанной с нашей религиозностью, наших традиций или динаминаций, мы начинаем думать, что есть Иисус методистов, Иисус пятидесятников, или, скажем, Иисус, пресвитериалом. Друзья мои, Иисус, глава церкви, за главной буквой С. Есть лишь один путь к нашему небесному Отцу. Иисус сам сказал, я дверь. И никто не войдет, как только через меня. Церковь должна осознать, как никогда ранее, уникальность Иисуса. Мы не можем извиняться за нашего Господа и не должны. Мы не можем поверхностно говорить, Иисус господь. Мы не можем со стеснением утверждать, что все пути ведут в одно место. Иоанна 8, 21. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет сам себя, что говорит? Куда Я иду, вы не можете прийти». Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира». «Потому Я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Что определяет вашу судьбу в вечности? То, что вы делаете с личностью Иисуса из Назарета. Кем вы считаете Его? Недостаточно просто верить в то, что Иисус – Мессия. А вы должны выбрать Его Господом в своей жизни. Это вопрос приоритетов. Когда Иисус – Господь, Он – Господь вашего календаря, вашей чековой книжки, вашего отдыха, вашего времени. И если Он не влияет на то, как вы проводите свое время, тратите свои ресурсы, таланты и силы, то что говорит о том, что вы последователь Христа? То, что вы сидите в здании? Членская карта? Друзья, церковь получила возможность в это время. Если мы встанем на колени и скажем, «Боже, мы были надменно, благодушны, отвлечены, Господи, мы сожалеем, Бог посмотрит на нас с милостью». Это история книги, которая повторяется вновь и вновь. Бог призывал Свой народ к покаянию, чтобы Его благодать и милость явились на земле. Мы живем в такое время. Иоанна 8, 31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина не ограничивает вас, не сковывает. Истина не уменьшает вашу жизнь, а приносит вам свободу. Он сказал, «Если пребудете в Слове Моем». Что это означает? Что вы должны спать с Библией под подушкой? Не думаю. Я несколько дней размышлял над этим, как нам понимать это. Я считаю, что это означает, что мы должны слушаться слов Иисуса, размышлять над ними и повиноваться им. Мы не должны говорить, «Ну, я не знаю, я слышал другое мнение». Вы повинуетесь той истине, которую знаете. И чтобы получить откровение Господа, вы должны повиноваться той истине, которую знаете. Когда Дух Божий побуждает вас к чему-то, будь то крещение, покаяние, молитва за соседа, забота о детях или любовь к жене, чтобы Бог не предлагал вам, Он ожидает вашей реакции на это приглашение. И последующие предложения и возможности связаны с вашей реакцией на то, что Бог дает вам. Это принесет вам свободу. Если вы хотите сфокусироваться на чем-то простом, посвятите себя правде. Это изменит траекторию вашей духовной жизни. Сказал Иисус на суд, «Пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Иисус и суд идут рука об руку. Люди говорят, «Иисус говорил только о любви». Да, Иисус говорил о любви, но Он так сильно любил, что говорил о том, что нас ждет суд. Это не дизайнерская вера, в которой вы можете сами выбрать то, чему повиноваться. Мы должны служить Господу всем сердцем. Суд может быть вам на пользу. Он говорит, что слепые увидят, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Иисус – система доставки вечной жизни. Я знаю, что это звучит странно, но я хочу, чтобы вы задумались над этим. Не ваше здание церкви, не наша теология, не наша доброта. Друзья, люди, не наследственно добры. Наша история говорит о том, что мы творчески подходим к уничтожению себе подобных. Нам нужна трансформация изнутри. Наша вера – не про внешнюю трансформацию, не про длину наших волос, цвет нашей одежды или высоту наших каблуков. Мы – последователи Христа, благодаря перемене внутри. Иоанна 11, 25. Иисус сказал ей, «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, живет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Веришь ли сему? Вот главный вопрос. Во что вы верите? Не во что верили ваши родители, ваш муж, ваша жена, ваш пастор, во что верите вы? И вот неприятная реальность. В сердце каждого идет борьба. Сколько бы вы ни были последователем Христа, все равно идут битвы за части Писания, которые связаны с тем, чтобы полностью отдать вашу жизнь Богу. Мы будем бороться, пока живем. Иисус сказал, «Я – воскресение и жизнь». Я даю жизнь за пределами времени. У Иоанна смерть – это переход, а не конец. Задумайтесь над этим. К чему вы готовитесь? Иногда я переживаю о том, что мы даем поколениям, идущим за нами. Ваши школьные годы – не лучшая часть вашей жизни. Да, это важное время, но будут и другие важные времена. Не нужно ободрять их нечестие в молодости, ведь так они потеряют свое будущее. Говорите им правду о желании почтить Господа. Каждый сезон нашей жизни является уникальным окном для того, чтобы почтить Бога. И в каждом сезоне все происходит по-разному. Иоанна 12 глава. Иисус сказал, «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». «Кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет». Служение – это требование. Если мы хотим быть последователями Христа, мы должны принять отношения слуги. А служение Господу проявляется в следовании за Иисусом. Иисус сказал, что нас ждет награда. Отец почтит того, кто служит мне. Мы видим это в Евангелии. 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная». Нам предстоит встреча с судьей земли. Библия говорит, что есть две встречи, которых нам не избежать. Одна смерть, а после смерти суд. Для последователя Христа суд не будет связан с определением судьбы, ада или рая. Но нас ждет суд, на котором будут оценивать то, как мы прожили свою жизнь. И если мы служили Господу, то мы получим награду за это. Но если мы занимались своими делами, плотскими делами, то все наши усилия сгорят. Мы спасемся, но как бы из пожара. 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иоанн говорит, что Иисус покидал этот мир. Он не перестал существовать. Иисус жив сегодня так же, как когда шел по Галилейскому морю или превращал воду в вино. Иоанн напоминает нам об этом снова и снова. Иисус знал, что настало время покинуть этот мир и пойти к Отцу. А вы готовы покинуть этот мир? Не откладывайте подготовку на другой день. Иисус говорил, что это плохая идея. 13 глава, 3 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, Иисус пришел от Бога. Он возвращался назад. Иисус существовал до Вифлеема, до того, как Его увидели Мария с Иосифом. Иисус живет после распятия и воскресения. Он вознесся на небо, но Он вернется на землю. Иоанн напоминает нам, чтобы мы были готовы к вечности. Не просто повторили молитву и пережили рождение свыше, мы должны жить с вечностью в уме. Тревога и страх схватили нашу страну, потому что наши привычки разрушились, экономика упала. Работа остановилась, а школы отменили. Но Иисус все еще на престоле. Дух Божий живет внутри нас, и у нас есть задание. Задание на этой земле, и это важно. 13 глава, 36 стих того же Евангелия. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» И Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти». А после, ты пойдешь за мною, и Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь?» «Я душу мою положу за тебя». Петра поглощает тревога. «Видите, куда ты идешь?» «Я оставил свое рыбное хозяйство, изменил жизнь. Я три года ходил туда, куда ты посылал меня. Я был на горе Преображения, ходил по воде с тобой. Куда ты идешь?» Он говорит искренне. Петр вложился в это дело на все сто. Он не был сомневающимся. Он лично видел чудеса. Его обучал сам Иисус, но Петр не может осознать, что говорит Иисус. Я хочу спросить вас, если Петр с таким удивительным резюме не может услышать Иисуса, то может ли быть так, чтобы мы с вами тоже испытывали определенные проблемы? 14 глава, 26 стих. Иисус говорит, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец своими Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Если Иисус сказал это, то в чем вы можете быть уверены? Ученики смущались и боялись. Если в последние месяцы вы были встревожены и боялись, садитесь рядом с Петром, Иаковом и Иоанном, и также остальными. Они занимались делами божьими. Нас отправили на вражескую территорию. У нас есть соперник, который ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Павел говорит Ефесианам, «После того, как вы облеклись во всеоружии и повторили все молитвы, стойте, это непростая задача». Но Иисус много раз говорил нам, «Да не смущается сердце ваше, не бойтесь». Но в 14 главе послание Иисуса меняется. Мы видим новую тему. Он говорит, что Дух Святой, которого пошлет Отец, научит вас всему. Постойте, вплоть до этого момента Иисус был великим учителем и примером. А теперь Он обсуждает наше поведение в Его отсутствии. «Я ухожу, и вы не можете пойти со мной». Это серьезная перемена, и нам нужно обратить на нее внимание. Он сказал, что пошлет нам кое-кого на помощь. «Я дам вам нового учителя, советника». Мы относились к Духу Святому как к необходимому вмешательству. Да, я знаю, что Он есть в Библии. Но насколько Он важен? Он настолько важен, что Иисус сказал, «Я ухожу, но вам будет лучше, потому что Я дам вам помощника». Мы должны покаяться в пренебрежительном отношении к Духу Святому. Мы не искали Его водительства в нашей жизни. Поэтому, Отче, прости нас. Нам нужна Его помощь. Хотите исследовать Библию? Прочитайте все места, в которых сказано, «Дух говорит», «Господь говорит», «Господь говорит», «Бог говорит». Мы должны научиться прежде всего слушаться. Итак, мы живем во времена под солнцем. Бог посылает нас ради своих целей. Как у Иисуса было задание, так оно есть и у нас. Мы движемся сквозь время. Наш путь краток и напряжен, а вы столкнетесь с оппозицией в своей жизни. Как внутренней, так и внешней. Не удивляйтесь, но будьте готовы. Иисус – путь, истина и жизнь. Плана Б нет. Если вы еще не приняли Иисуса, то я желаю вам сделать это сегодня. Все начинается с покаяния и веры. Всякое продвижение вашей жизни будет связано с покаянием и верой. Покаяние – это катализатор веры. Если у вас есть сомнения и вопросы, то попросите Духа Божьего показать вам, в чем вам нужно покаяться. Покаяние ведет к вере. У нас на земле есть помощник. Иисус сказал, «Да не смущайся, сердце ваше, не бойтесь». Когда Иисус начал свое служение, его послание звучало так, «Покайтесь и веруйте, потому что приблизилось Царство Божие». Покаяние и вера идут вместе. Часто мы представляем, что покаяние – это нечто, что должны делать неверующие. Но катализатором веры в нашей жизни является покаяние. Мы должны стать мастерами покаяния. Покаяние – это изменение в разуме и в направлении. Нам нужна вера в это время. И для этого мы должны стать лучше в покаянии. Я приглашаю вас сегодня попросить Духа Святого помочь вам. Мы будем молиться. Господи, если в нашей жизни есть что-то, что мешает нам, помоги нам увидеть это и отвернуться от этого во имя Иисуса. Мы верим. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Я пастор Аллен, и хотел бы поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью этого служения. Наша поместная церковь выпускает медиа и телепрограммы. Мы приобрели много новых друзей и целую коллекцию прекрасных историй о том, как Бог повлиял на судьбы людей. Мы благодарим вас, что дали нам возможность участвовать в этом. Для таких проектов нужна помощь многих людей. Ваш вклад в наше служение позволит более широко открыть двери нашего служения. Мы ясно видим, как Бог открывает двери для нас, как в нашей стране, так и по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим ежемесячным партнёром. Ваше пожертвование помогает менять будущее людей, и мы сможем принести благою весть об Иисусе нашей стране и всему миру. Спасибо за вашу помощь. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнёром служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Алана Свобода «От беспокойства». В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Вы можете выбрать опцию «Стать ежемесячным партнёром служения». Благодарим за вашу поддержку. Продолжение следует...